Прямая линия началась с ответа Владимира Путина на самый острый вопрос, станет ли вакцинация обязательной. Глава государства пояснил, что не поддерживает такую позицию. Прививка не занесена в национальный календарь, а значит выбор, делать или нет, остается за каждым конкретным жителем. С президентом согласны и в регионе. Однако медики отмечают, на сегодняшний день вакцинация единственный способ обезопасить не только себя, но и окружающих. Я целиком полностью готова поддержать Владимира Владимировича, что на самом деле вакцинация должна являться добровольной. Это в первую очередь. Человек должен осознанно пойти на вакцинацию, должен понимать, что это не просто так, уже второй год, не только Россия, но и весь мир мучается. Могу заверить, что никого мы к прививкам не принуждаем. Тема вакцинации очень такая злободневная и обсуждаемая. Педагоги, мне кажется, самые осознанные в этом плане люди. Мы работаем с детьми и несем ответственность прежде всего за жизнь и здоровье детей. Традиционным был блок вопросов, касающихся системы ЖКХ. Людей волнуют большие тарифы, водоснабжение, отопление в домах. Владимир Путин заявил, что основная цель остается прежней – сделать максимально комфортные условия жизни. К этому же стремится и общественная палата Ульяновской области. Эксперты отмечают, для достижения результата необходимо консолидировать силы. И здесь тоже есть над чем работать, всем нам вместе, для того, чтобы ситуация менялась и как минимум тарифы эти не увеличивались. Были понятны, логичны, прозрачны. И каждый житель понимал, за что он платит, видя в своих платежках данную строчку. Не остались без внимания и вопросы дорожного хозяйства. Владимир Путин отметил, что необходимо нарастить темп ремонта дорог и их реконструкции. На эти цели в Ульяновской области выделено 700 миллионов из федерального бюджета. И тоже были названы конкретные суммы по поддержке регионов в части приведения дорог. В соответствующие состояния вы слышали, что президент был подготовлен, озвучил, сколько у нас федеральных дорог, сколько региональных, сколько муниципальных. И понятно, что ты сразу все не сделаешь. Но мы даже на примере Ульяновской области сегодня увидим, что дороги греха нечего. И тут не надо там обижать кого-то, оскорблять. Дороги все равно лучше стали. Всего Владимир Путин ответил на 68 вопросов, затрагивающие буквально каждую сферу жизни. Президент постарался максимально адресно рассмотреть каждую конкретную проблему.